Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о 23 главе книги пророка Изекииля. Вернее, попытаемся поговорить, потому что для современного читателя содержание, система образов, язык этой главы, в общем, нечто совершенно неудобесказуемое. И здесь даже в очень приглаженном переводе, который, в общем, выглядит относительно культурно, даже в этом переводе, как, например, в нашем синодальном, виден совершенно нецензурный, по большому счету, смысл рассказа, смысл того, что Бог говорит. Да, поэтому мы постараемся обойтись без некоторых подробностей. Снова напомню слушателям, что, ну да, в то время, вероятно, это не воспринималось таким неблагопристойным. Ну, или, может быть, наоборот, Господь через пророка именно и стремится читателя и слушателя шокировать до последней крайности. Так или иначе, значит, 23 глава содержит такую пространную, развернутую притчу о двух сестрах, и имеются в виду, в общем, довольно недвусмысленно, тут практически никто не сомневается, имеются в виду Северное царство Израиль со столицей в Самарии, включающей 10 колен, и Южное царство Иудею со столицей в Иерусалиме. В истории мы знаем, что под ударами ассирийцев в 722 году Дородчество Христово Самария пало, Северное царство было разрушено, ну, а Южное царство Иудейское со столицей в Иерусалиме было уничтожено, захвачено Вавилонинами в 596 году, и, соответственно, храм был разрушен, Иерусалим разрушен в 586 году. Вот в образе старшей сестры Аголы предстает перед нами более крупное и раньше погибшее Северное царство в роли младшей сестры Аголивы, менее крупное, позже погибшее Южное Иудейское царство. В тот момент, когда произносится это пророчество, эта притча, Северное царство Агола уже давным-давно погибло, а Южное царство Аголива находится на грани гибели. Итак, поведение этих двух сестер Северного и Южного царства, поведение по отношению к Богу описывается здесь как бесконечное блудодеяние. Замечу еще раз, что отношения людей, народа в частности с Богом, на Востоке нередко воспринимали как нечто похожее на отношения брачные, где Бог берет на себя ответственность за жизнь народа, народ берет на себя обязательство хранить верность Богу. Вот именно в этом отношении, как правило, и проводились параллели между заветом и браком, заветом и семейными отношениями. Хотя надо сказать, что образ этот далеко выходит за пределы Израиля, и окрестные языческие народы тоже нередко представляют себе сходным образом свои отношения со своими богами. И дело доходит даже до абсолютно непристойных культов где-нибудь слегка к северу от Палестины, абсолютно непристойных настолько, что я не буду об этом говорить, на случай, если вдруг услышат дети. Ну, право слова, это редкостная гадость. И вот Господь говорит о том, что Агола, Северное Царство, стало блудить от меня, говорит Господь. Именно пристрастилась к твоим любовникам, к Ассириенам, расточала блудодеяния с отборными из сынов Ассура, зато я и отдал ее в руки любовников ее. Она сделалась позором между женщинами, когда совершили над нею казнь. Вот у слушателей и читателя ясное дело создается впечатление крайне малопочтенной женщины, которая, даже нельзя сказать, что она изменяет, или там ходит налево, потому что все ее пути налево. Да, вот это вот блудодеяние со всеми, особенно с ассирийцами. Хорошо, образ понятный. Что имеется в виду конкретно? Имеется в виду то, что до ассирийского завоевания в северных коленах были постепенно восприняты магические практики и культы окрестных народов, ну, потому что урожай – вещь ненадежная, иногда и еще какие-нибудь там обстоятельства вроде падежа скота случаются и так далее, и тому подобное. И люди начинают вместо того, чтобы надеяться на своего единого и единственного бога, заодно еще там привлекать к решению проблем благополучия разных соседних идолов, богов, ставят их изображения, кадят, совершают какие-нибудь там магические ритуалы, которых очень много. Вот это вот все там. У нас сейчас это принимает менее броскую форму, вроде каких-нибудь тоже заговоров от глаза, порчи, прочее, прочее. Ну и, кроме того, современные люди в первую очередь все норовят окропить все, что не попадя из бронзбойта и святой водой, хотя на самом деле это примерно то же самое, что делали северные царства, а гола с этими магическими практиками окрестных народов. Когда же начинается ассирийское вторжение, и особенно, когда оно успешно заканчивается. И вот эти годы постепенно в религиозной практике северных колен начинают все больше и больше проникать в эту практику ассирийские религиозные представления, ассирийские боги. Причем, заметьте, что там уже имело место и до некоторой степени обожествление фараона и ассирий как таковой. Такое было, в общем, хоть и древнее, но вполне себе тоталитарное государство до соответствующей идеологии. И вот для того, чтобы не подвергнуться гневу ассирийского царя, жители северного царства, агола, начинают поклоняться их ассирийским богам, что, таким образом, несколько впрямь смещает их идентичность. И уже ассирийцами они воспринимаются как люди, безусловно, второго сорта, конечно, презренные, но не совсем варвары. Это способ выжить в условиях тоталитарного насилия. Но это предательство бога, потому что завет начинается со слов «да не будет у тебя иных богов перед лицом моим». Здесь, в общем, не очень обсуждаются причины падения северного царства, хотя другие пророки говорят об этом вполне подробно, скажем, тот же Амус. Да и Осия тоже. Но в первую очередь Амус. Теперь Дальше Господь через пророка в этой притче переходит к Южному царству, к Иудее, к младшей сестре Аголиве. И, во-первых, он говорит о том, что, ну, она там все совершенно то же самое делает, только на этот раз там не ассирийцы, а Вавилония, или, вернее, не только ассирийцы, но и Вавилония, и там изображение, ну, в общем, всяческое блудодеяние, и пристрастилось к любовникам своему, у которых плоть, плоть ослиная, и похоть, как у жеребцов. Вот такого рода здесь разговор. И Господь говорит о том, что точно так же, как погибла Агола от своего блудодеяния, от вот этой неразборчивости религиозной, неразборчивости, от того, что Агола использовала религиозный синкретизм, скажем так, для того, чтобы сохраниться и успешно выжить во врожденном окружении, вот точно так же погибнет от этого и Аголива. Точно так же, потому что она блудит еще хуже, еще хуже, по-видимому, не только к каким-то культом, более или менее установленным, но вообще к любой совершенно безумной магии, безумной, вроде заряжания воды из телевизора и тому подобных нелепостей совершеннейших, которые, если у тебя хоть какие-то проблески разума есть, ты не будешь делать, а если делаешь, значит, ты отказался от своего статуса разумного человека, гомо сапиенс, вот, как вот эти все блудодеяния Аголивы, они еще хуже, и они принесут тот же результат. Для слушателей и читателей важно это, потому что они видят пример Аголы, они видят пример того, как Северное Царство рухнуло, населявшие его люди предали завет и уже непонятно, кому поклоняются, и все это такое гуляй-поле уже уже не народ. И вот Господь говорит, вас постигнет та же участь, потому что вы не только не лучше, но и хуже, но и хуже ты своей старшей сестры. Кроме того, в отношении Аголивы, иудеи, Господь говорит о том, что вот я возбушу против тебя любовников твоих, сынов Вавилона и всех халдеев, и с ними всех сынов афасуры, и придут на тебя с оружием, а отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом, и отрежут у тебя нос и уши, возьмут сыновей, дочерей, а остальное твое огнем будет пожрано. Господь говорит о том, что вот эти вот попытки иудеи выглядеть камильфо в языческом мире мимикрировать под вот эти все культурные народы, блестящие языческие цивилизации с совершенно идиотскими религиозными представлениями, но зато богатыми, сильными в самых разных отношениях. Вот эти вот попытки мимикрии ни к чему не приведут, приведут только к враждебности. Со стороны Вавилона и его клиентов, и его вассалов. Только к враждебности ты не можешь быть таким же, как все народы, потому что я избрал тебя. И ты не можешь выйти из завета и вернуться к обычной жизни, так сказать, любого обыкновенного языческого народа. Об этом уже говорил Господь, и об этом же речь идет и здесь. И Господь говорит, положу конец распутству твоему и блужению, твоему принесенному из земли египетской. Ну, потому что и разнообразные египетские практики и религиозные течения, а также политические течения тоже, в общем, в Иерусалим проникали и тоже были предательством по отношению к Богу. И ты ходила дорогой сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее. Ты будешь пить чашу сестры твоей. Так как ты забыла меня и отвратилась от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое, потому что ты забыла и отвратилась. Вот снова и снова Господь говорит о том, что нравственный выбор и поклонение другим богам, ну, знаете, трудно даже говорить другим богам, потому что их нет, это все не боги, идолы окрестных народов, поклонение идолам, все это язычество, это неминуемое влечет за собой последствия, неминуемое. Вот то, чего люди не готовы принять. Нам хочется, чтобы можно было в случае чего потом сказать, ой, мы погорячились, отмени, пожалуйста, Господи, все те бедствия и кары, которые полагаются нам за наше подлое поведение. Но вот Господь говорит, ты забыла меня и терпи за беззаконие твое, потому что выйти из этого, из этой катастрофы можно только в Боге, а чтобы быть в нем, нужно хранить ему верность. И вот поэтому блудодеяние сестер Аголы и Аголивы делает их катастрофически беззащитными. Теперь в заключительной части главы еще раз Господь говорит через пророка «выскажи им Аголи и Аголиве мерзости их, ибо они прелюбодействовали и кровь на руках их с идолами своими прелюбодействовали, сыновей своих через огонь проводили, заколали детей своих для идолов». Что может быть чудовищнее вот этой жуткой практики приносить детей в жертву, хотя у окрестных народов это и нередко встречалось, но вот это какая-то крайняя точка падения то, что не может остаться без отмщения. Да, Господь говорит о том, что Иоголы и Аголива тратили на этих языческих богов елене и курение благовонные, предназначенные богу, да, вместо бога служили идолом, и поэтому теперь кончатся блудодеяния ее вместе с нею. И еще в самом конце Господь говорит, но мужи праведные будут судить их, они будут судить их судом прелюбодейц, потому что они прелюбодейки и у них кровь на руках. Вот эти мужи праведные, которые будут судить их, едва ли речь идет о коллегии, которая рассматривает, обсуждает преступление, взвешивает наказание. Нет, конечно. Таким судом будет то, что останутся мужи праведные, останутся те, кто не преклонил колено предвалами, те, кто не участвовал в блудодеянии собственного народа, те, кто остались верны Богу. И вот это еще один путь для людей, которые слышат пророчество Эзекииля, потому что так всю главу читаешь, кажется, что либо как огола, либо как оголива, и куда ни кинешься, иду клин, и все это ведет к гибели. А нет, оказывается, есть еще мужи праведные, которые будут судить, которые будут сами, как мы теперь говорим, укором, немым, или ненемым, укором для вот этих блудных сестер. И поступит, созовет собрание, поступит, постановит предать их озлоблению и грабежу, поступит так, как с женами-блудницами. Вот таким образом положу конец распутству на сей земле. Господь говорит о том, что при наличии мужей праведных, при наличии людей, которые не преклонили колено предвалами, будет уничтожено все то, что погрязло в этом блудодеянии, потому что исчезает последнее оправдание. Знаете, советские люди тоже, как Агола и Аголива, разница не так велика, советские люди тоже любили говорить, что ах, мы не знаем, ах, там, нас не учили, ах, мы, как все, как все. Мы первые годы после падения советской власти прям вот это было так видно, на исповеди тоже люди говорили, ну, что, ну, грешили, как все. Так, и Аголы, и Аголива, как все, вот они такие, вот такая жизнь. Бог говорит, нет, есть праведные мужи, поэтому не как все, поэтому будет собрание, которое побьет камнями и изрубит мечами и положу конец распутству на этой земле. «Аголива» 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 «Аголива»» «Аголива» «Аголива»